друзья не могу смотреть на эти щели вот хоть убейте может быть я испорчу модель может быть я ее вид поломаю сейчас но блин я либо эти щели сделаю либо и в мусорный бак выкину так залью иголкой жидкую шпаклевку попробую залить по крайней мере попробую это сделать аккуратно чтобы не испачкать канал воздухозаборник жидкая шпаклевка заливаю с горочкой на момент усадки потому что шов там глубокий и шпаклевка должна туда во внутрь затечь это называется недостаточно продуманная сборка вот вытекает вот всякую вот эту фигню так ну вот так вот оставим пока до момента высыхания как мы видим здесь у нас тоже появился шов так что его мы тоже зашкурим и зашпаклюем еще что мы пока можем сделать еще пока все это дело у меня сохнет а я натираю до гладкого состояния чтобы деталь казалось цельный она отлита неровно пластик сам весь такой он покрыт такой рябью я не знаю видно вам или нет но эту рябь мне тоже приходится стачивать поэтому мне я стачиваю не только шов вот этот но еще и вот это неровное литье точнее я стараюсь его заровнять не знаю насколько мне это удается ну вот эта часть она будет приклеена поэтому здесь я особо не сильно стараюсь вот ну вот такая вот вот так вышло вот так вот вот здесь был шов вот так вот я думаю так смотрится интереснее шов я затер немного ну так он ушел но я изгадил воздухозаборники белый цвет в общем не знаю что делать модель иногда запарывается таким образом это все моя тупость это я не прочитал так что белый цвет у меня безнадежно испорчен не знаю каким образом я буду восстанавливать не знаю обе чайки мне не удались не всему же удаваться вот ножом убрал излишки вот такой вот у меня остался след от шва краску я белую попортил ладно крайнем случае если вдруг ничего по модели я бросать не буду но если вдруг мне совсем будет страшно смотреться я закрою их крышкой по крайней мере шов вот такой вот остался не знаю может и не надо было его трогать шов потихоньку уходит глубокий но уходит он вместе с внешним видом и вместе с краской вот что у меня вышло посмотрите здесь и здесь ну и соответственно я повредил лакокрасочный слой белый тогда я сниму маски посмотрю ущерб который был нанесен здесь у меня повредилась краска вот она видно также повредилась краска внизу вот тут вот далее повредилась белая краска здесь вот тут спонжиком туда не возьмешь это будет некрасиво это будет грубо я губку приклеил вот на такую штучку на палочку для того что можно было проникнуть во внутрь и вот здесь мне наверное надо будет это все дело зашкуривать очень аккуратно убирать грязь с белого цвета за одним и белый цвет друзья вы знаете как ни странно белый цвет стал чище я его немножко зашкурил вот видно появилась граница я надеюсь жидкая маска придет мне на помощь это намного удобнее чем маскировать скотчем почему раньше об этом не подумал хорошая мысль а приходит а после ответить как аккуратно и без проблем вообще просто даже напрягаться не надо так и попробую здесь все таки белый цвет немного восстановить вроде потихоньку восстанавливается посмотрим что у нас получится в итоге дадим просохнуть краска пускай растечется и еще один слой дадим друзья наконец я получил краски это краски экстрим метал вот такая интерактив в этом не попал помог роман походин компании им хобби один бы я не справился с таким арсеналом этого достаточно дорого стоит поэтому им хобби поучаствовала в закупке этих красок вот поучаствовала в половине со мной и вот такой вот подарок мне сделала я очень рад это лучшие металлики которые в принципе есть на рынке об этих металликах очень хорошо отзываются многие моделисты вот это лучшие металлики есть ну по моему мнению и мнению многих других моделистов моих знакомых лучше них или наравне с ними это только пол клад все все остальное это так возможные варианты скажем так если всего этого нет наконец я их получил я рад что они у меня есть вот тут ну не вся линейка ну практически вся линейка необходимые цвета это металлик blue голубой металлик это пурпур это титан это дюраль сталь алюминий золото chrome бронза не знаю что тут еще есть тут есть все все что нужно так что теперь можно приниматься за турбиной базу я нанесу вот эту вот extreme металл черную я еще задаю в черный сопла следующий цвет мне будет алюминий следующий раз которая буду использовать это xf-56 таме здесь ребят все на грани полутонов я еле-еле замечаю как там какие-то оттенки появляются следующий слой у меня будет x24 следующий цвет будет голубой металлик не знаю куда меня эти эксперименты заведут куда-то заведут точно друзья я просто экспериментирую с красками честно признаться я просто не совсем знаю какие краски надувать но приблизительно следующая краска у меня будет вот такая смог немножко приглушу xf-1 черный матовый так здесь попробую дюраль приглушим черным матовым ну что такой вот вариант я получил турбин низкого давления не знаю какая краска здесь была лишней ну вот так вот то что у меня получилось и опять же этого видно не будет но это так я просто хотел поэкспериментировать ребят ну и здесь здесь я потом еще я здесь еще не закончил здесь полетал пока краска высохнет я хочу нанести вот такую пудру тамеевская нагар так называемый вот сюда вот нанесу нагар по бокам и вовнутрь думаю может быть правильно будет то что мы имеем на сегодняшний день и вот это вот заново покрашенные каналы воздухозаборника не знаю насколько у меня как бы они восстановятся но так вот снимем маски поглядим дадимся ему это дело высохнуть ну и скорее всего увидимся в следующей серии до скорых встреч пока и